маст хэв любой девушки это не белый карандаш это корона всем привет это ольга швейц добро пожаловать на мой канал настала пора рождественских сказок но сегодня у нас сказка будет не про тысячу одну ночь у нас будет не какой не щелкунчик в фокусе у нас будет самое настоящее историческое событие которое пронесло любовь через века именно чудеснейшее чудеснейшее творение тадж махал все прекрасно знают что это усыпальница что поставлена она в честь я вот здесь напишу кого именно и кем все прекрасно знают что это чудеснейшее совершенно сооружение божественное творение которое пронесло любовь через века то есть насколько человек должен был любить другого человека а именно свою жену чтобы вот так вот воспеть любовь к ней но мы вообще немного отскакиваем что там был гарем и там жен таких было достаточно много почему как бы именно это это жена была любимая она родила очень много детей этому султану и потом по моему в родах одного из верну там когда она последнего своего ребенка рожала она по какой-то причине умерла не будем вообще вникать почему это произошло ну произошло и значит опечаленный царь позвал архитекторов и на конкурсной основе и архитектор приступил к работе казалось бы все хорошо казалось бы все прекрасно все должно получиться и потому что архитектор сам был влюблен у него была единственная любимая жена но в общем то ли султан был в депрессии то ли ну естественно он был в депрессии если у него любимая жена умерла в общем все что делал этот архитектор султану мне нравилось то есть ему это казалось недостаточно пронзительным ему это казалось недостаточно возвышенным и когда ему надоело уже переводить бумагу и краски на эскизы и там все строилось там все замыслы все не то все не нравилось тогда султан позвал своих слуг и поинтересовался насчет жены архитектора ему сказали да у него есть жена она такая красивая он ее очень любит и она у него единственная и тогда султан сказал вот мне надоело вот эта вечно блуждающая улыбка на его лице когда он делает усыпальницу моей жене в общем убейте его жену и тогда до него может быть дойдет какой должна быть усыпальница моей жены у султана были такие возможности жену убили и архитектор сразу все понял какой должна быть вот эта вот чудесная усыпальница посвященная любви и в этот момент когда я просто с этим ознакомилась на википедии я подумала а кому из двух шоу собственно напишите свое мнение под видео в общем это была предыстория это была присказка сейчас начинается настоящая рождественская сказка аромат шеймар от гирлени парфюм инициаль кто ну мне кажется что по-французски это будет как лео у меня вот такая вот бодейка чудесная фланкер не такое лютое как считается значительный нанесен хочу много хочу четыре дыхания еще и так я гуляла по ютубу примерно года два может быть три назад и вдруг смотрю там легенда я просто нажимаю и просто как я нажала так я и смотрела 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 это все до конца у меня просто упала челюсть вылезли глаза и все я вцепилась в это видео я просто пожирала каждой клеткой своего существа вообще то что вот на меня валился поток информации из вот этого ролика ролик сделан намного лучше чем у других брендов то есть на уровне замысла на уровне воплощения он просто божественно сделан делал это однозначно не профан делал это очень классный специалисту здесь будет вы имя написано может быть даже поставлю фотографии так вот герлен презент ну вот как как кино ну так начинает звезда в небе и девушка открывает глаза сначала может показаться что это вот история про неё но когда вы посмотрите это видео несколько раз вы поймете что это ее мечта то есть это ее такая греза как будто вот кто уже продвинутый вообще фантазия да кто уже продвинутые пользователи они уже понимают что не зря там кастанеда изучал или кастаньеда изучал темы вот эти сновидений между сном и явью возникает такое интересное состояние и вот как раз вот в этом состоянии в котором и который у нее якобы возникло по сюжету в общем там вот это все происходит вот тогда я первый раз услышала про даже лимит curriculo а но weigh а вообще темой темой мне нужно было все равно но именно после этого ролика этого ходить и плече спрашивали мы все говорили нет 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 и игры и не было и не было и не было вместо этого но м 축рировал 21 х наше других парфюмер вернуnhích и его просто не было нигде вообщеuring в радиусе ядерного взрыва но я живу в таком регионе где просто чему-то путнего не то что днем с огнем а его даже просто вообще можно с огнем можно без огня просто его нет и все там как бы смотришь там все начинается дымок костер герой разговаривает стариком магом который в волшебную шкатулку насыпал ну не знаю что это тоже волшебное нашептал и ты понимаешь что вот это какая-то терпкость дымность должна присутствовать нет когда начинаете знакомиться с шалимаром во всяком случае вот с этим не было там ничего терпкого и дымного там совсем все было другое так вот ну и дальше я не буду вам пересказывать эту рекламу потому что ее нужно посмотреть и все либо принятию и всем сердцем либо сказать фу водянова на эту роль не подходит водянова на эту роль подходит потому что когда вы почему я начала вообще всю эту историю стадж махала потому что потом мы когда ролик посмотрите вы поймете почему я начала всю историю стадж махала так вот кстати ссылочка будет в описании к ролику вот этому кролику и так и вот парфюм инициаль говорят что он не такой душный не такой вот прямо навязчивый потому что говорят душит 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 меня ничего не душит кроме черной орхидеи почему-то черной орхидеи ко мне придушил таки на второй раз видимо за мои волшебные видео и так значит нашла такие шалимар а это было летом вот этим летом я его послушала искала боже мой где водянова где все где дым где то что мне обещали в рекламе ничего этого не было к сожалению вот я для того чтобы сложилось какое-то общее впечатление и выдавала послушать многим людям то есть там соседке знакомому другу сестре всем он хороший он правда хорош но летом он мне не понравился он мне не понравился осенью не ранее осенью не поздней осенью он для меня по-настоящему волшебно раскрылся тогда когда наступили холода сибирские холода в сибирском морозном воздухе этот аромат какого-то обычного совершенно посредственного превратился просто в чудо такое чудо в котором не хочется расставаться то есть я выкушала вот это вот наверное середины декабря не сначала я кушаю его очень хорошо на вещах стойкость порядка двух-трех дней и вот когда наступили холода я поняла за что его любят я даже когда ко мне пришел знакомый вообще откуда взялось мы вот это выражение на фрагрантике что я уходила вокруг шалимара как вот лиса вокруг кувшина когда у нее голова в кувшин не пролазила тогда я пришлось звать журавля чтобы у нее все получилось вот для меня таким журавлем стал сибирский мороз потому что до этого я не понимала до этого я говорила как нет что где взянуло где дым где вообще что где красота про который все говорят где вот этот облачко чудесное про которые все говорят оно есть но для меня оно есть именно в зимнее время не знаю может попробую летом и летом все изменится может быть я не знаю может аромат дозрел может может что ну в общем это чудесно чудесная сказка значит там еще тоже такой момент то есть для непродвинутых пользователей вы можете смотреть отзывы вы можете смотреть слушать мнение они вам скажут там друзья кому не понравился кто относится к армии не люблю не люблю они вам скажут не бери шалимар это такая фигня вообще-то шалимар это то о чем мечтает женщина это вечная любовь это вот именно вот это просто вот это не это нельзя описать словами это можно только почувствовать почувствовать взглянув ролик и найти время когда он для вас раскроется и раскроется красиво и тогда это будет аромат который вам просто будет очень 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 сложно поэтому я не знаю что делать я не знаю как мне быть у меня вот такой вот флакончик чудесный любимый который приятно держать в руке даже если он у меня кончится его поставлю на видное место и буду просто на него смотреть или я оставлю на донышке капельку капельку такую меня поймут те кто так делает капелька над ней и вот когда совсем совсем соскучусь ну а потом я буду искать что-то подобное вот такая была небольшая рождественская сказка от ольги швец подписывайтесь на мой канал ставьте лайки задавайте вопросы давайте дружить и общаться вот а если вы не подписываетесь на мой канал и еще пытаетесь написать мне какую-то гадость поверьте я уже очень давно вышла из возраста когда это имеет хоть какое-то значение не подписывайтесь на мой канал на мой канал